В ресторане «Небо» состоялся финал регионального этапа конкурса «Миссы и миссис Великая Русь». 37 девушек стали участницами этого масштабного и красивого мероприятия. Этот конкурс проходит у нас в Рязани впервые. Это конкурс «Миссы и миссис Великая Русь Рязань». Это является региональный этап, отборочный этап для финала, перед финалом, который пройдет в Питере в начале августа. Конкурс отборочный. Девушка, занявшая первое место, едет в Питер, представляет наш город на всероссийском конкурсе. Самому конкурсу предшествовала подготовка. Для участницы были проведены всевозможные мастер-классы. А перед самым началом мероприятия девушки, как казалось, почти не нервничали. Рассказывали про боевой настрой и хорошее настроение. Кстати, участвовала в конкурсе и журналист телекомпании «Город» Анна Герцовская. Как у себя у самой настрой? Да я все-таки. Вы знаете, я надеюсь, что это конкурс красоты, и мне не придется много говорить, потому что голос у меня сел. Но я стараюсь. Я очень красива сегодня. Девочки тоже молодцы. Я желаю всем успеха. Всегда была жизненная целью поучаствовать в таком конкурсе. Выдалась возможность. Не упустила. Что больше не пугает? Или что вообще? Или вообще ничего? Пугает? Ничего не пугает. Меня нет. Нет, не пугает. Не пугает абсолютно. Мы надеемся только на хорошее. Это редкий случай, удачный, между прочим, очень. Дело в том, что за проблемами какими-то у кого семейные, у кого на работе какие-то проблемы. Мы немножко забываем о том, что мы женщины, и забываем о том, как себя нужно преподнести, какой мы можем быть даже вот так, наверное. А тут возможность вспомнить. И на самом деле своему отражению каждый из нас уже радуется гораздо больше, чем каждое утро перед работой. Стимул хороший. Вел шоу актер Александр Носик. А оценивали выступления рязанских красавиц известные медийные персоны. В том числе миссис со вселенной Мария Ярошенко, известный хоккеист и олимпийский чемпион Андрей Коваленко. Всем можно поставить по 10 баллов только за то, что девчонки вышли и пытаются показать не только красоту, но и ум. Поэтому я вот, если вы посмотрите в мою статистику, да, у меня тут 10-9, у меня меньше нету. Я на самом деле очень приятно удивлена, что в Рязани такой уровень высокий, и мне очень нравятся участницы, особенно в категории миссис. Гости праздника вовсю наслаждались происходящим на сцене, болели за участниц и с удовольствием рассуждали о женской красоте. А вы Олег Володя, да? Я Олег Володя, да. Как вам конкурс? Супер, очень нравится. Прекрасный вечер. А вы вот как у нас вообще супермастер по прическам, оцениваете, как девушки причёсаны? В кокошниках? Прекрасные прически. Тормально. Вообще конкурсантки жгут, надо сказать. Что такое красивая женщина? Красивая женщина. Если у неё должны быть какие-то определённые щиты, или она просто вот будет чувствовать, как бы это? Она должна себя чувствовать красивой женщиной. Вы знаете, я всегда больше всего ценил в женщинах мудрость. Она болеет за свою маму, она сегодня на сцене выступает в качестве конкурса. Расскажи, как тебе конкурс. Круто. В рамках конкурса прошёл благотворительный аукцион. На нём были представлены поделки, сделанные руками участниц. А девушки, между тем, выходили в коктейльных платьях и народных костюмах. А вот в купальниках дефилировали только участницы категории «Мисс». Также зрители оценили интеллектуальный конкурс и творческие номера. Обладательницей гран-при в итоге стала Мария Дерябина. Сейчас совершенно неописываемые эмоции. Я совершенно этого не ожидала. Только рада, счастья. Спасибо моим близким, которые меня поддержали. Огромное спасибо моей дочери. С девочкой, кстати, нашей съёмочной группе тоже удалось пообщаться. Я болею за маму и буду с ней танцевать. А совместный с мамой номер «Танец ангела» действительно впечатлил всех. Титул «Мисс Великая Русь» получила Мария Коротий. Девушка заканчивает школу. И впереди, помимо предстоящего конкурса, «Мисс Россия» ЕГЭ. Слов нет. Я просто рада. Я всем благодарна. Я так и думаю рада. Миссис Великой Руси стала Наталья Шибатько. Я верила. У меня целью было до 30 лет стать миссис. Ладно, на будущее. Ехать дальше, на вселенную.